Первые погожие деньки после того, как почти растаял весь снег, повод заняться уборкой. В центре Видного коммунальщики уже вовсю работают. А вот на окраинах города все не так благополучно. Первое место, куда мы отправились с сотрудником Госадмтехнадзора Романом Макаровым, лесополоса 6 микрорайона. Отношение некоторых местных жителей к этому зеленому уголку иначе как странным и не назовешь. Вот эти все навалы, они образуются в результате того, что кто-то не смог донести до контейнерной площадки мусор. Решил скинуть тут, понадеялся, что их уберут. Но все равно люди должны поддерживать чистоту, порядок, хотя вблизи своих домах, где они живут. И в эфире нашего телеканала мы не раз рассказывали об этой лесополосе, но ВОЗ, точнее мусор, и ныне там. Сотрудники Госадмтехнадзора борются с нарушителями, но у каждого дерева инспектора не поставишь. Выбрасывают люди много. Уже на сегодняшнее число нашим отделам было составлено порядка 10 постановлений. Выявлено больше 20 правонарушений. Но большая часть на сегодняшний день уже устранена. Для тех, кто решил принять участие в субботнике, для приложения своих сил лучше места не найти. Хотя многие жители не мыслят в масштабе города или района, предпочитая убираться где-то поблизости. Отрадно то, что большинство из них на субботники ходят постоянно. Завтра субботник. Вы в нем будете участвовать? Обязательно. Прямо около дома. На субботник пойдете? Нет. А что так? Потому что с ребенком уезжаю. Вы пойдете на субботник? Конечно, обязательно. А где будете убираться? И около дома, и на работе, соответственно. Будем, будем. А где будете, планируете убираться примерно? У пятого подъезда. Обязательно. Обязательно. Только пенсионеры, а кто еще пойдет? Молодец не очень хочет убираться. Вы думаете? Да. Следующее место, куда мы отправились с сотрудником Госадмотехнадзора, набережная Тарычевского пруда. А по пути Роман Макаров поделился планами на субботу. Наша служба тоже не осталась в стороне. Также на завтра у нас запланирован субботник, который будет проходить вблизи нашего отдела. Здесь инспектор отметил положительные сдвиги, но только рядом с домами. Если спуститься ниже, к воде, то можно увидеть, что до понятия чистоты весьма далеко. Здесь, да, уже сразу видно, что уборка давно не производилась. Поэтому нами будет правильнейшая компания, организация вызвана в отдел для составления административных документов. Впрочем, у управляющей компании есть шанс исправиться, выйти на субботник самим и соорганизовать местных жителей. По отношению к субботникам все люди делятся на два типа. Одни считают, что убираться должны коммунальщики. В конце концов, им за это деньги платят, в том числе из нашего кармана. Другие уверены, что эта работа – помощь, прежде всего, окружающей среде. К какому типу относитесь вы – решать только вам. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.